Здравствуйте, уважаемые садовод-огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. Я вот у Давича заехал в питомничек и накупил всякой клубники-земляники. Хочу заложить новые посадки. И вот вся тема земляники-клубники, она, так сказать, продолжается очень актуальная. Ну, вкусная ягодка, что и говорить. Многие меня спрашивают, а как отличить повреждения земляники садовой, ну, клубники в простонародье, клещом и нематодой. Потому что про того и другого вредителя у нас были в этом сезоне выпуски. Как с ними побороться? Дело в том, что и клещ, и нематода вызывают деформации листьев. При этом нематода, когда вызывает деформации листьев, то листья скорее скручены, а те, которые развернуты, то на них наблюдаются пятнышки. А вот если это происходит с помощью клеща, то они тогда как гармошечка вот так деформируются, скручиваются. Но на самом деле, слушайте, чем вам поможет та информация, которую можно найти в огромном количестве источников в интернете, в блогах, там еще что-то. Ну, хорошо, показали вам вот это клещ, а вот это нематода. Вы пришли на свой участок, смотрите, елки-палки, все-таки же это клещ или нематода. Понимаете, глаз должен быть пристрелявшийся, как у того левши, понимаете, из сказки. Глаз пристрелявшийся. Тогда вот фитопатолог видит, ну или тот, кто питомник содержит, кто много работает над ней, он уже видит эти специальные отличия, особенности того или иного вредителя. А для нас, собственно говоря, важно, чтобы клубника-земляника была в полном порядке. И самое главное, что и от одного и от второго вредителя есть замечательное средство, которое подавляет одновременно и клеща, и подавляет одновременно нематоду. Дело в том, что такой препарат, ну он биологического происхождения, как фитоверм, октофит, то есть авермектинового ряда, он воздействует и на тех, и на других. Хотя в отношении нематоды он пословее, чем от клеща, но все-таки регулярные обработки с помощью октофита, фитоверма, по крайней мере 4-5 обработок за сезон, от весны, от полного развития листьев, до срока окончания уборки урожая, необходимо сделать. Ну так, разделив на одинаковые периоды. Во время цветения вы можете работать ими, ну для пчелок, правда, не очень хорошо октофит, фитоверм, ну по крайней мере никогда массовое цветение идет, а перед цветением и после цветения можно поработать. Но это ужасно дорогое средство. Если у вас посадки клубники-земляники большие, то вы просто разоритесь на этом октофите, фитоверме. На смену октофиту фитоверму могу вам предложить другое средство, которое не менее эффективно и также очень-очень эффективно в отношении нематоды, листовой нематоды, которая живет также и на стеблях, и живет также на корнях земляники. Это ПФК-лерос, именно жидкая сера. Когда мы используем эти полисульфид кальция, эти растворы такие, но также можно использовать серную печень, это полисульфид натрия, он тоже продается, то в этом случае мы даем такой сильный удар сероводородом, и этот удар сероводородом очень хорошо воздействует как на клеща, так и на нематоду. Соответственно, вы можете разводить 1 к 100, то есть 100 мл на 10 л вот этого препарата ПФК-лерос, он доступен, и обрабатывать весь свой земляничник. Этот препарат совершенно безопасен для человека, ну при правильном использовании, если вы его не пьете, не дышите этим прям сероводородом, как ингаляцией, то он абсолютно безопасен. Уже через 20-30 минут можно собирать урожай, но все-таки 1 день надо выждать. Вы можете даже вот прямо сейчас, при необходимости, пролить этим препаратом свою почву и просто продождевать все посадки земляники. Я в августе рассказывал про него, когда говорил, что есть первый этап санации, надо побороть клеща. Так вот, борясь с клещом, мы одновременно боремся и с этой самой противной нематодой. Поэтому, в принципе, все, кто сделали в августе месяце это мероприятие, могут спать спокойно. У них искоренение этих вредителей уже прошло. А те, кто не сделали, даже сейчас, даже в условиях пониженной температуры, вы все равно можете сделать. Вы можете или легонечко из леечки пролить, или продождевать. Дождевание подразумевает, что раствор скапывает, сливается с поверхности листьев и попадает также и в почву. Или легкий пролив сделать этим препаратом. 100 мл ПФК Лерос на 10 л воды. Как видите, это достаточно экономно, доступно и весьма эффективно. И вам тогда не надо больше никогда ломать голову над тем, это клещ или это нематодом. Вы одним препаратом, безопасным для человека и окружающей среды, просто прибиваете и того, и другого. На этом я прощаюсь с вами. Лечите вашу землянику. Она даст вам хорошие урожаи. А особенно вот купчиха, все говорят, нематодой поражается страшно. Ну так залейте ее этим ПФК Леросом, как следует. Пусть там все, кроме купчихи, сдохнет. Все, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова